Мы задавались техники по выходу из стрессовых ситуаций, как не наорать на клиента, работая в автосервисе. И нам предлагалось, что если, например, ты попадаешь в такую стрессовую ситуацию, и клиент просто тебе уже выкрутил руки, и ты не можешь контролировать, тебе хочется ему дать в лоб, то ты должен вежливо сказать клиенту извиниться, что ты отойдешь на пару минут, у тебя есть пять минут, ты выходишь за дверь, где клиент тебя не видят, становишься, именно стоя это делалось, сжимаешь все мышцы, которые ты можешь сжать максимально, вот так вот напрягаешься, сжимаешься весь в точку, и стоишь так две, три, четыре минуты, сколько можешь, в какой-то момент ты чувствуешь, что мышцы затекают, после этого ты так делаешь, и отпускаешь, и все. И вместе с этим ты сбрасываешь напряжение, которое у тебя возникло с клиентом, приходишь с улыбкой, говоришь и снова здравствуйте, и продолжаешь нормально делать. Даешься мужа в лоб тебе. Еще хотелось сказать по сегодняшней теме, дело в том, что когда я так понимаю, когда задавался вопрос по снятию информации из тела, то само собой разумеющимся было экстрасенсорные методы, которые мы сегодня не упомянули, это рамка, это этот вот маятник, это мышечное тестирование, да, нет, я вам сейчас это все за две минуты расскажу, я специально ручку даже нашла в сумке. Если вам нужна рамка, пожалуйста, не идите в магазин покупать дорогие вертушки и так далее. У любого мужчины есть в доме запас медной проволоки вот такого размера, ну хотя бы здесь вот сантиметров 20-25 и кончик от 8 до 10 сантиметров. Вы в этом месте сгибаете под угол 90 градусов, потом вы берете шайковую ручку, вот так ее раскручиваете, вставляете этот короткий кусок сюда, у вас здесь появляется рамка. Рамка ходит здесь свободно, потому что проволока она небольшая в размере, а вы можете сделать две ручки раскрутить, и у вас будут две рамки. Что такое рамка? Почему я со Стёбом так рассказываю? Дело в том, что в Минске есть тренинги, которые стоят 150 долларов, и там в течение трех дней учат... Искатавливать термопедуалом. Нет, используются. И рассказывают, какие рамки отличаются, чем отличается рамка, у которых на кончике 7 оборотов, от рамки с 5 оборотов 4, и туда мистицизм какой-то закладывается и так далее. На самом деле, ребят, это край чухня, такой расход вообще. Я просто знакома была с людьми, которые мне предлагали первых продавать эти тренинги в свое время. И более того, они... Но во всяком случае, эти тренинги очень долго шли в Минске. Было три стадии, три ступени обучения работе с рамкой и с маятником, и каждая стадия предполагала изготовление и так далее. И каждая ступень, помню, стоила 150 долларов. Это было... Ну, я уже сейчас не отслеживала, когда на развитии байта все рекламировалось. Вот. Ну, понимаете, когда мы говорим о рамках или маятниках, сам прибор – это ваше тело. А вот это – это лишь стрелка. Понимаете? И без разницы, будет она из лозы, будет она из меди или еще из чего-то. Вам главное, чтобы она закрутилась, да? И вам главное – не вмешаться туда сознанием. Как только вы вмешались с сознанием, она отразит ваше сознание. Если вы смогли абстрагироваться, а мы уже знаем, чтобы абстрагироваться, мы уже загнать глаза в лоб, да? И в это время держать рамку. Вот. И сосед, который, или муж, который будет идти рядом, вам скажет, рамка шевелится или нет, потому что вы сами глазами этого уже не увидите. Вот. Но в любом случае сосед вам подскажет, что у вас пошла реакция, да? Но это уже будет относительно объективно, да? То есть вы уже какую-то информацию сможете снять. Если вы сможете сохранить состояние полного отупения и продолжать рамку, это вы будете видеть, как она вращается, и это неплохо работает. Обучение вот этому лозоходству, биолокации, как-то все называется. Опять-таки, маятники – это вы можете повесить, обучальное кольцо, можете повесить любой шарик, там, камешек, главное, чтобы он симметричный был, да? Чтобы, ну, что-то такое, что на веревочке, на ниточке, да, что могло бы вращаться. Это рожать точно так же. Принципы действий с рамкой абсолютно одинаковые. У нас когда-то приезжал сюда такой Витя Матуско, он тренировал телохранителей в свое время для украинского президента. Так вот, у них обучение вот этой вот фурне занимало два дня. Причем это было в спортзале. Вот тупо через спортивное доизнеможение тренировки, в конце концов, когда тебе уже все было по барабам, у тебя вдруг начинали работать маятники и рамки. Абсолютно нормальный переформат. Вот это я понимаю, но если у человека активный ум, сколько его ни грузи в себя, сперва надо блокировать программу сознания, программу ума. Если ты ее не смог блокировать, то результат у человека. По маятнику есть еще один момент такой, ну, полегче, да, чем измываться над собой. Это тренировка такого плана. Допустим, тренировка на ерунде называется, да? То есть, мне взять мороженое ванильное или шоколадное? Окей, беру это. То есть, вы себя доводите до состояния, когда вам лень думать. Вы просто берете маятники, это самое. Когда эта привычка, там, через пару раз уже приходит, уже можно брать несерьезные вопросы. Вам по привычке лень думать, вы просто ждете ответ. И микромышцы их, ну, просто я на этом не подсказала, я на это тренировалась. Я как-то нелюбительное извращение, поэтому вот это решение. Моя пачка ванильного, я ее маме. Дальше. Есть еще тема, которая называется мышечное тестирование. Она тоже относится к этому же проявлению. То есть, это стрелка, которая показывает из прибора под названием «человек». Результат. Мышечное тестирование присутствует в вот этой хеллинге в двух вариантах. Это пальцевый тест, да, когда там надо рожать, там, это мое удар, не разжимается, это мое, нет, разжимается, да. И второй вариант, можно встать, попробовать все вместе. Встаем, ноги на ширине лечь. Выкрываем глаза и перечисляем какие-то программы, например, я там, ну, вы можете просто сказать, это мое «да» и куда пойдет тело, да, это мое «нет». И в дальнейшем вы у себя спрашиваете по покачиваниям тела, вы узнаете, есть у вас такая программа или нет, да. Но тоже важно при калибровке, да, когда мы только, так же как важно, чтобы, допустим, нравился маятник, потому что работает то, что нравится. Так и здесь важно, чтобы, когда тренируетесь в начале, были попивши, покакавши, поспавши, да, то есть, чтобы тело было, не требовало чего-то еще, потому что тогда не будет давать обеспечивающиеся активы, да. Вот смотрите, присаживайтесь, смотрите, когда вы берете вот эти вот все тесты, рамки, маятники и вот эти мышечные тесты, это все рабочие вещи. Но понимаете, в это время программа ума должна молчать. Тело на самом деле должно быть довольно полностью. Кстати, очень хорошо выключает, когда вы набулькались очень много воды, почему говорят много пить надо там, да, вы набулькались много воды, и у вас тело, оно как-то и сознание укурит почему-то вместе с водой, там в какие-то ощущения куда-то еще, и вам реально легче становится и объективнее информация из тела выходит. Я не знаю, там в каждой технике свои дают объяснялки на этот счет, но вода реально работает, если ее много пьешь. Но вот эти вот все вещи, смотрите, я чего хочу провести границу, чтобы вы четко понимали. Вот эти все вещи у вас есть момент вмешательства сознания. Как только ум включился, да, у вас уже пошла помеха. И ваши показания могут быть необъективны. Либо интерес включился, заинтересованность в результате, и все, однозначно будет помеха. Поэтому пока я единственного человека видела, кто ну к маятникам, определить, какая карта лежит, это был Лавров. То есть все-таки помеха здесь, заинтересованность человека, ну, важную роль играет, потому что человек включился в какой-то момент, у него объективность теряется. Есть мышечные тесты, где объективность не теряется, где мы умом включиться не можем, это физиология. Но сами себе мы их сделать не можем. Вот эти вот мышечные тесты, это, например, вот по мышцам на руках, по сигналу, как идут к руке, да, здесь мы сперва настраиваем мышцы, и здесь по импульсу мышц, это уже кинезиология пошла, по импульсу мышц мы можем снимать информацию, да, нет. Вот пока это, скажем так, единственная техника, но там импульс очень тяжело научиться слушать.